Потому что там дротики в них отвертят. У некоторых да, я уверен. Такие. Shadow Shaman. Странный выбор, потому что пуша здесь вроде как нет. Это хороший герой, чтобы ловить пака и любого мансящего героя с появлением даггера и линзы. Модно ее собирать на всех подряд. Она на некоторых героях действительно очень крутая. Нави действует по предыдущей схеме. По своей первую катку правда их запушили. Потом они взяли эту самую спектру, если мне память не изменяет. Сейчас они смогли запушить и сейчас взяли ту же спектру. И на ласт пик мы видим четвертым героем она всплывает. Ну и собственно какой-нибудь такой ненавязчивый оффлейнер. Например, кто может быть из таких вот оффлейнеров? Туск может быть какой-то? Ну так, чисто поржать. Туск чисто поржать? Чисто поржать. Может быть кто-то мобильный Явно. Подожди. Что? Что хочешь? Ну нави, нави, конечно. Ну да. Я бы наверное... Хотя сейф не плохой. Слардар тоже, но... Слардар, да. Но туск мне нравится больше. Нет, больше Слардар нравится. Туск может спектру, если что, от дикого фокуса просто забрать с собой в сноубол. Нет, там винга есть уже на подставку. Ее будет расчет. У Слардар просто чем хорош? Он такой более тяжеловесный, чем туск. Если у туска где-то что-то произойдет в жизни, и где-то он зальет, то вернуться в игру очень тяжело. У Слардара чуть попроще. Все, что-то прыгнул, минус армор кинул, плюшек пару дал, и уже молодец. Если еще стан хороший выдашь, то совсем умничка. Похвала от Каспера. Ты свою команду надо. Ты стан хороший, но умничка. Так я так их хвалю в Ка... Не, я их хвалю, и мы когда играем, ну да папочки, я не пишу, точнее говорю, типа молодцы ребят. Умнички. Ну отобрали Слардара. Ну и тусик ты. Очередь нави выбирать героя. Тусик. Погоди, давай подумаем, какой еще может появиться интересный герой? Ну клок неплохо смотрится. Клоок. Да, кстати, клок норм. Клок реально норм. Вот он. Комментатор... ... не какие-то аналитики, а нормальные, взрослые... ... взрослые... ... взрослые... ... застоявшиеся... ... состоявшиеся. ... комментатор и... ... включать внимание на вот этих вот вещей. ...бродов с первого стрима, которые сидят тут на диванчиках, что-то булки свои прохлаждают, или наоборот греют. Руками машут, я не угадал, потому что я не жил, да-да-да. Да, какую-то фигню напикали. Всё тут понятно. Всё по полочкам. Всё по факту, как говорится. Так, ну и что же? Давайте уже. Санейка, забирай себе Вингу. Наверное, скоро его начнёт. Замечательно Vengeful Spirit. Эти птички, господи. Да классные птички, соберись, тряпка. Осталось 10 секунд. Зачем тебе птички-то не угодили хотя бы? Осталось 5 секунд. Всё нормально. Все птички нормально. Там Чирика. В Матрице где-то. Понимаешь, что это всё искусственно не по-настоящему? Говорят, царь ненастоящий? Да. Ладно, друзья. Ныряем в игру и поглядим на вторую карту. Натус Винцеры против Мамо Бойс. И... Гитяра будет играть на Спектре. Санейка, Венчфул Спирит, Дэнди, Пак, Артсайл, Эйншент Опаришн и Ахмо Клокверк. Да, ну и смотрим дальше. Мамми Бойс. Спайка будет играть на Свардаре. Лич. Саксо. Ябзор Дота. Играть на Шадоу Шамане. На Квапе. Хук и Дум. Секси Бабуа. Поехали. Следим, что к чему. Стычка, возможно, будет на топе. Драка. С двумя районами. Махач лютый. Махач лютый. Блин, вот эта карма, на которой стоит Спектра. Капитан корабля, который готов ринуться в бой. Как? У них ещё на голове сидит. 30 секунд для начала сражения. Э, нет. Нарик. Роман, может, только ты их видишь? Я только над этим задумался. Ты уже поплавился и... Может, ты видишь всякую... Алик себя думает, блин, что он там вообще видит? Что он вообще разговаривает? Что за бред? Да, ну что ж. Начинается у нас игра. Нижнюю руну отжимают Мамо Бойс. Верхнюю рунку у нас отжимают Нави. Поехали. Что сказать? Давай, вот что первое в голову пришло, то и говори. Пак, неплохо. Всё? Неплохо. Я как бы... Понял. Отстрелялся, да? Да. Ну, посмотрим. Если у Пака будет всё хорошо, всё будет и вредится. Вот эти даггеры от... Он даже на первом левеле фейсшифт вкачал. Ровно для того, чтобы вот уворачиваться. У Пака битва была какая-то, живого крипчика. Такая принципиальная драка, мне очень понравилась. Кстати, судя по линиям, возможно, мы как раз увидим вот эту классическую соло-линию в центре. Один на один. Старая, добрая, именно один на один. Мы действительно скиллухой мерились. Вот, вот, о чём я говорил. О чём я говорил длительное время. Хватит... Хватит облизывать своих мидеров. Хватит торчать у них часами, днями, играми. Не, ну зависит от героя просто. Никаких героев. Взял героя, иди терпи. Если ты считаешь, что ты... Соломит, ПВП. Вот. Да, именно. Слышал там типа стратегии, тактики? Да, стратегия, тактика это потом. Сначала это по-пацански. Я понял, я всё понял. Реально, что это за дела? Ты приходишь на Вайпере, да? На Вайпере. И ещё Бен тебя облизывает. Против тебя Драгон Найт. Ему очень трудно. Ему реально трудно. Ему и так против. Качает. На! Минус 50. На! Минус 50. Да, это честное ПВП? На отвертках за гаражами? Это вообще нечестное ПВП. Тут битва реально нешуточная. Посмотри, 3-5 у пака, 2-3 у квапы. То есть очень жёсткий денаинг намечается у обоих товарищей. Ну, а внизу пока у Na'Vi всё достаточно кисло хотел сказать. Но там ведь линиями ребята поменялись. Только только. Там себя на этом подловил. Иииииииииии... Многие батарейки есть. Ракетка меня, правда, не отпушивает. Но и... Видимо, нет у него подобного цели. Я обзора сейчас инвиз подобрал. И Na'Vi, кстати, этого не видели. У Na'Vi вообще нет Вижна на руну. Никакого, на нижнюю. Поэтому Дэнди сейчас может умереть. Скорее всего умрёт даже. Он остался... ААААААА! Аквапа была убита нейтралами. Просто громоящер приговорил. Что? Так, он запрыгнул наверх и сдохлый? Да, походу он злобно на неё смотрел. Возможно, он её убил. Блин, как бы громоящер мог по своему желанию спускаться оттуда. Убивать пацанок? Да. Знаешь, надо ещё как в этих разных там, Telltales, типа, громоящер запомнил это. И чтобы, если у тебя плохая репутация с громоящерами, Мне кажется, это немного не из той игры, но всё же. А, у нас сегодня своя дота. Моя игра. Моя игра. Зачитки ты. Это Габен поёт такое постоянно, я почти уверен. Её я изобретаю и ломаю я. Это уже колодножабинка. Возможно, они вдвоём как раз. Дуэт? Тандемчик, да, такой сочненький. Спектры вообще. У Спектры 8-0. Крипов не слишком много добитых. У Думы 14 на 4 дела намного лучше обстоят. Но, возможно, в этом и был план. То Спектре будет, возможно, немного тяжеловато, но сносно. Вообще, ей пока... Ей становится всё легче. Почему? Потому что с уровнем ребята становятся в разы сильнее. Спектра со вторым уже, например, дайгером. Просто под чилингтачем, свой под стан венги нападут на любого из этих пацанов. Они их просто сотрут. И да, вот эта 2-1-2 расстановка, она сейчас приводит к тому, что дитя начинает формить, а Дум формить перестаёт. А ещё в Уот-Энде вот этого курьёза не было в медле. Было бы всё вообще замечательно. Ну, да. Ну, ничего так страшного бывает. Ой, какой станчик замечательный. Ой, как всё плохо у Квапы. И вот тебе компенсация за этот самый курьёз. Там ещё и в это время Расту забрали, если что на бот. Соленово её просто Ахмар смотал. Соленово, Ахмар. Молодец. Не знаю, по расчёту Слардера, что он хочет тут доказать. 6 ещё стиков у Клоперка. Ну, он типа пробивает его до максимума. Халявку, неполная линия. Совсем фуловый в смысле. У Клока всё очень хорошо. Ну, конечно, на изи-лейне стоит. У него флейн какой-то. Да, дело в том, что он всё равно против даблы стоит. Вообще, у Мамо Бойс получаются такие дабл-линии, вроде бы и не сильные, и не слабые. То есть Слардар с Шадоу Шаманом Клокверка здесь, ну, не убивают. Если у него там хп много относительно. Просто не могут его пробить. Он подрубает батарейки и убегает от них. И на топе получается очень слабая линия в итоге из-за того, что... Да, Дум, конечно, подфармливает. Безумно подфармливает. Но на линии они появиться не могут. Поэтому, если вдруг крипы ушли от Таура, то всё, что вы сделаете? Лич выйдет, сразу же получит по щам. Дум выйдет, точно так же получит по щам. Поэтому, собственно, вся слабость и выражается. Но парни из Новобойс стараются. Пока у них там лучше. Так, попытка заморозить. Есть танчик, секси-бомбо. Замерзает. И по чилин-тачим бить. Какая же земля, это зараза. И ракетка ещё залетает на 7 поинтов. Спектра не подключилась. Не было маны, во-первых, на даггер. Во-вторых, просто дитяра туда не побежал. Не знаю, не поверил в то, что получится так возобрать изначально. Ну и в миде там продолжает воевать пак с Квапой. И мы видим то, что Квапа действительно страдает. Продолжает у нас страдать. Квапа должен был, но всё равно бы Квапа упрыгнула. А вообще, Дэнди бы сейчас на нижнюю руну отправиться. За этой самой руной. Что перед 7 секунд она появится. И Квапа как раз вот только этого момента и ждёт. Чтобы отбиться. Но если сейчас ещё какой-то регент, то будет совсем халява. Баунти руна в итоге на топе инвиз. А вот сейчас с инвизиком-то можно отбиться и ломануться на топ. Более дремкойлы есть. И у Пака здесь может быть всё очень хорошо. Ну да, Квапа должна спалить. То, что серьезные руны у Пака. И ребята аккуратнее на топе. Вот, именно. То, что Пак может быть с чем угодно. С чем именно не контролируется. Но намёк должен быть. В итоге Дэнди сейчас подходит. Мана у него, правда, на пару кастов. Но Лича он находит. Лича он находит. Здесь минус арморочка и Лича здесь убит. Причём без траты лишних ресурсов. Я говорю про ману Пака. Вот, мы чё-то задумали. А чё они? Так вот, я же чё, они не могут ничего сделать? Они ничего не могут сделать. Ну, с ультом спектры смогут. Ультспектры появятся. Закрыть входи. Приморозить. Набить лицо. А спектра просто шлифанёт. Вообще, вот эти всякие шаду шаманы и Личи, они крайне узвимы к подобным выпадам. Если хоть кого-то зацепят, то в основном эти герои будут умирать. Ещё один. Нарба залетела. У Пака увернулся вообще от всего. Боже, Квапа просто проклинает этого героя. Вот, вспоминаем, чем был хорош Пак в своё время. Да, возможно, по крипам там 27 на 8, у Квапы всё норм, 22 на 11 у Пака, они-то по деньгам идут очень ровно. Но мы видим, что Квапа не может выиграть эту линию. Ну, в смысле, загнобить этого самого Пака. Пак стоит весьма уверенно. Да, главное потом, чтобы пока реализовался Хукшот, остались попасть в Квапу. Да, хорошая была синхронизация действий, но если бы всем попали, тогда ок. Тогда бы попали вообще без вариантов, потому что Войнин Крифт был готов к тому моменту и под Сайлансом. От Хука бы там ничего не осталось. А и вот. Исполнение. Плохо. Минус Квапа. Соло. И там на ботами тоже стычка. Минус Ancient Operation. Погоня за Спектрой. Я говорил Спектра с ультимейтом. Это шестой скилл. На шестом уровне дает, точнее. Да, да. Ну, последней пока еще нет. Но она же на трипле стояла, поэтому мало экспы очень у дитяры. Так, уж совсем что-то быковато ребята решили подойти. Психанул я обзор. Стэнди ботлом уже отпевающимся возвращается. Нет, 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 не стал. Кстати, можно было бы еще на нижнюю руну ему заскочить, тогда бы он вообще был в шоколаде. Просто еще баунти-рунку бы отжал, ботл себе наполнил. Но опоздал. Опоздал он на нижнюю. А тут, кстати, находят Апаришина. И Апаришина тут уже умрет. Вариантов. Кстати, там еще и на Спектру в итоге набросились, и Спектру тоже убивают. Ну вот зачем? Нормально стояла трипла. Нормально все работало, ребят. Зачем начинать что-то менять? Да, отправили сюда к локалу. Он теперь будет стоять при Думе, будет типать, потому что Думу он ничего не делает абсолютно. Раз в минуту Дум будет нажимать землю и будет флоун. Так, тут у нас пока битва вардеров в центре. Пытается охранять свой вард. Ставит дримкойл и попытка от леча улететь. Ну, на базе встанем. Дота! У-ку! Шички! Вторую игру подряд. Башню сил света на нем. Но он подсвечивается. Тут уже, ну, никак не замансить. Да, и выглядит тщетно эта попытка выбежать. Хотя бы закупился. Хотя бы закупился. Денег не потратил. Уже неплохо. Твоё дело в том, что ты их не фармишь, это... Дело третье. И по-прежнему шестого нет. У нас обычно проблемы такие с суппортами, а здесь у керри, у первой позиции, до сих пор нет уровня 6. А уже десятая минута подходит к концу. Совсем плохо. Конечно, неплохо. Но пак пока единственный, кто может хоть как-то ситуацию тут держать на себе. Если мы посмотрим на графики, мы видим, что уже 3 тысячи мама бойств ведут. И эти 3 тысячи пока не имеют никакого... Никаких предпосылок к тому, чтобы падать. Потому что сейчас у Слардера появится блинг через 100 голды. А там Дум очень сильный. А Спектре ещё надо уйму айтемов, чтобы нормально как-то сопротивляться. Раскачка кассия, есть фейзы. Залейт второго уровня, первая дисперсия. То есть дэмэджа она впитать тоже много не может с скачкой. В общем, как-то так. Ну, посмотрим. Может быть сейчас саппорты с мидерами начнут... ...разовлекать. Например, видит сейчас... Вопух, хукшот, попадает, надо затыкать сайлансом. Затыкают, отличные коги. В итоге минус попа. Вот так неплохо. Отменяет телепорт в итоге Дум. А, хорошо. Ну, четыре героя для этого понадобилось. Башню Силки... ...не выиграла время. Точнее, не выиграли время для Спектры. Она не могла фармить ботом, потому что там по-прежнему находится... ...лич с чайником на данный момент. Слардар. Я вспоминаю Спектру из той игры, которая у нас уже сегодня была. Тоже в исполнении Na'Vi. С масочкой. Что даже сами игроки Na'Vi вспоминали эту масочку. С такой легкой улыбкой. Говорят, понятно. Слишком тяжелая жизнь у Спектры. Не-не-не, я слышу две вариации. Один говорит, я щелкаю в нашу Спектру, смотрю там Сакра. Думаю, да блин, ее еще и выиграть можно эту игру. А второй говорит, а я видел, когда появлялась Morbid Mask. И тут я подумал, что у нас все плохо. Что у нас все плохо, да-да-да, так и есть. Morbid Mask как раз и покупалась с целью, чтобы пофармить леса безопасно. Чтобы можно было не отрываясь от фарма этих крип. КП восстанавливалась. Так, у нас у Спектра неплохо вроде бы ультануло. Влетела и вылетела. Не знаю, это минус Спектра, определенно. Дум, еще и земля. То есть дитяра сейчас погибают. А зачем? Ааа, слишком, слишком занырнули. А нет еще Дримкуэла, даже у Пака. Просто продают сейчас двух своих героев Na'Vi. Ну, штакеры, аегисы. Вот, нет этого ключевых моментов. Нет ульта аппарата. Он только-только его получил. И сейчас, кстати, умрет. Баг прошел. Кстати, это нормальный размер. Уши, уши, уши. А Квапу ведь можно пытаться тоже такое здесь убить. Да, и Квапату тоже будет умирать. И Шадоу Шаман там очень коцный. А у Дума-то Дума уже нет. И земля уже там закончилась. И Пайкат слишком далеко занырнул. А вот тут-то фидят сейчас. Мама-бойс-то. Как же они фидонят. Это просто жесть. Ииии, да, улетает. Слушай, они сейчас столько подарили. Это просто два слоень куска. Ну, Na'Vi, конечно, там тоже отличились. И можно там косарь списать. Но полторы тысячи в итоге. И плюс чевушку могут забрать здесь Na'Vi. Но глиф прожимают. Мама-бойс. Короче, очень плохо только, что все сделали Мама-бойс. Я уже думал начинать их хвалить, что они все выиграли. И легчайшая катка для них. Но тут... Ну, тут Астапа понесло. А еще залетает плюшка-то Паришина. Влечая не должна прийти и брать плюха Паришина. Он же тоже, типа, мертвый-ледяной. Так не работает, Роман. Да я понял же, что... Да ты не наша игра. Мы с тобой когда-то свою придумаем. Там будет все по-другому. Ну, во-первых, у меня можно будет купить победу с донатом. И кто больше заплатит, того и победа. Ну, пусть артефакты покупаются за реальные деньги. Кстати, неплохой вариант. Сапог 450. Кокросы на рынке. Слушай, я вот... Ты меня напомнил про эту вещь. Я удивляюсь. У меня есть один простой вопрос. Я уверен, нас сейчас очень много людей слушают. Да. Просто классальное количество. Там 73 тысячи человек. К чему до сих пор не вышел? Ни БК. Ни... Как он там называется? Невер... Чё-то там? Неверлэндс вроде бы. На планшете. Мобильная версия. Видишь, насколько раньше были популярны эти игры? Смотрите, браузерки. Удар в голову, удар в грудь. А они были нереально популярны. И там, как ты говоришь, покупались шмотки за реал и все остальное. По десять тысяч евро, колес к радости. А нет, дубинка радости. Дубинка радости для админа она, когда им эти бабки на карты упали. вот я же говорю надо делать свою группу тут только все делаем bk для планшета план и вода морфинг в подарок и вода морфинг в подарок блок ракеткой и ракеткой а он только что ракетку давал она у него куда надо было давать только что он давал сейчас отбывать какая разница только что ли в смысле или тогда башню сил тьмы на центральной линии плеча а он бы не на нем тому же герою урон наносил попал или чудо да да первый раз попал а вот значит больше ракет ну вот шоколад мало ракет скачал ой папа напала на дитяру а его просто отпевают бутылкой ракетка в сколько так в 3 конечно как там можно было убить леча в троечку ракетка по и кулдаун на две секунды выше и демоджем на 40 ну а сам флокер дарь башню сил поигратором отвечает по имейл положил говорит давай включил вот и педаль отсюда как он дры да вот это вот такие я вас не знаю верхней линии атакуют да ну вышку забирают здесь мама боюсь у нас там по графикам по графикам преимущество на ее потихонечку сходит на нету там все таки дом хорошо форме света на верхней линии как не руки а думал что а это же мамбой поручишь и дублей айтем нормально на бой будет я тут сдался вообще че сын джин я соберу если бы сильно возникать вот тогда ты не запоешься ридом шлифануть все это я на думе сию соберу нет я понимаю то о чем говорят ноги типа вот смотри смотри не первый раз это это реализация на сто процентов давай 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 выхожу выхожу вижу балансер тут дэнди туда не обошелся тряк прямо нет зашел меня не увидели пацаны не спалился я со своим что будет у меня же нет зарядов еще одна идея на миллион сделайте шаду плейду заряды и чтобы они там же покупали зареал романович ты знаешь что он в бизнесе я еще тот бизнесмен у нас кстати лич сдулся нашел я бы не сказал что лич особо прятался то есть он умер за линии крипов так то папа уже почти с аганимом а вот это так она на одну игру припоздала не с не стоит катки много дамаги и порвался ворвался дремкойл параллельно к вайпе порвалась немного а парижен кстати ты 300 нахабатил то есть это уже скоро мидас будет у арт стайла до 20 минут появится но она сейчас не умереть разок другой нравится наблюдать за реакцией чатик это знаешь нави на рошане вот это начинает закидывать и умирать типу и все так все один один типу фу бомжи домой начинается жуткий пит от мб типа в аппарат все таки ееееее новая эра нави да 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 хорошо кстати пытались сейчас шадошамана подловить но не получилось дайте вы уже аппарату дофармил сатэн он уже и чилинг тач на себя кинул не уважают ивана походу есть рецепт ну ладно ладно он уже только что я иван где не иван слушай перед ним он лишь плавает там в скафандре да иван пока так сноркинг занимается с трубкой минус спектра роман серьезными вещами занимаемся игры комментируем а ты начинаешь тут трубка снорклинг я видел этих крабов да 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 ну там под ним как раз вот и плавает можно прям знаешь эту сделать счетная игра на миллион типа пищевую цепочку только по глубинным отметкам вот свет на героев кто как кто с чем это из как нашли дэнде будет ли думать и украшел все верно верно башня сил света на центральной линии я хочу за то что до блэдди ты можешь безопасно ходить по вражеским лесам как тебе например такой бонус и роман я соглашаюсь с любыми твоими предложениями пока ты соглашаешь свои депозит я понял мне нужен будет пиар для моей игры на миллион потому что я буду дружить со всеми ок 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 тебе ботинки подарут эээээээх кармить начинают мама бойз потому что спектра совсем перестал оформить рым у спектры как бы iron талон и скоро появится диффуза талон железный талон Ты понимаешь, что диффуза не дает хп, у нее проблемы с 940 хп. Скоро будет очень много пьюр-дэмэджа от Queen of Pain. Вот он взлетает пьюр-дэмэдж, уже много. И после вот этой задува в ухо, оно уже трудно жить. Да, тогда непонятно, что нужно делать. То есть, либо как-то обыгрывать этот пульт квапы, то есть, чтобы спектра совсем потом появлялась, за месси, совсем потом. Либо, я даже не знаю, потому что, верно сказал, здоровья очень мало. Если спектра будет одной из инициирующих сил, то шансов у нее выжить почти не остается. Она здесь должна быть в роли подгрызающих сил. Знаешь, когда команда кого-то уже почти добила, тут появляется вот этот стерлятник спектра, подлетает и быстренько улетает на свободный лейн. Потому что влетать, куда-то играть, это не та спектра, от которой сразу саппорты бросают все и начинают ломиться в разные стороны. Скорее всего, будут искать ненастоящие, чтобы ушатать. Смотри, там Клокер нападает на я-обзора проблемки. У Парижина, кстати, может быть плохой в итоге. Вот, вот спектра прилетает, добила и бежать. Просто бежать. Да-да-да, сразу педали крути отсюда. Слушай, неплохо. Забрали Шадоу Шаманов, прогнали пацанов. Фуза готовы. Все, эти фуза есть. Начало положено. Главное сейчас не менять тактику. Съели Шадоу Шаманов и убежали. Фаак, смотри, Ахмо. Клок изменил стратегию. Слушай, Клок хочет убить кого-то. Крови, крови хочет. Но он сейчас может поплатиться за свое желание иметь кровь. Танчик. Дэнди. Дэнди в дум. Все, это минус Дэнди. Ну вот, вот, вот. Куда вы лезете? Дэнди ушел из-под Сантряка. Ты не можешь быть уверен в своей безопасности вообще никак. Ульт-аппарата по троимку, хороший. Ты смотри, тем больно Соника. Станчик бы, станчик бы, 6 стиков. Соник, выезденный. Вот если бы Ахмо сумел нажать этот Блэймейл чуть пораньше, Кваба бы сама умерла. Сатира, помоги. Сатира, помоги. Сатирушка была Сатир. Ну, почти. Ну, кому ты сдал, вейв? Кому я сдал, вейв? Мы просили, подумал он дал. Кстати, Спектра могла бы еще пойти с Думченко пообщаться. Я думаю, что Спектра сейчас умоляла свою команду. Ребят, больше ничего не делаете. Просто давайте разойдемся. Мы сделали топовый фраг. Говорят, пацаны, сейчас за Спейс Крейтим. Это был скрик не Спектры, а кого-то другого. Сторм. Одного отжали, все ок. И, дитяра, фарми. Ну, я пошел. Хорошо. Нет, оставайся с нами. Сейчас буду Спейс Крейтить. Ну, так Спейс же для меня. Нет, ты остаешься с нами. Пак нашел Шадо Шамана. Сайленс. Дрим Койл. Башню Сил Тьмы над центральной линией. Вот, убили Шадо Шамана, убежали. Работает. Просто вот попридирать своих коней, вот эту кровь бурлящую. Остановить, идти пофармить. Сколько он там респаунит? С 30 секунд на фарм есть, потом он приходит. Опять убили. Баунти руна. Да, да, да. Ну, пока у Na'Vi действительно серьезные травлы, потому что Спектры меньше, чем у Слардера, меньше, чем у Квапы. Хотя, не слишком меньше. К моему величайшему удивлению, откуда-то деньги у Дитяра появились. А, ну, у него там три фрага нарисовалось. Неожиданно. И на отметке в 7500 преимущества в Мамо Бойс графики остановились. Напоминаем, что в прошлый раз Na'Vi отыграли двадцатку вроде бы с этой Спектрой. Ну, как отыграли? Им там залили эту игру? С кем же они там общались? С Каблаком, по-моему. Да, с Каблаком точно. Но во всем остальном, Катара там все делала верно. Может быть, в этот раз что-то она знает. Может, там Дэнти их как-то... Дэнти их? Ну, говорит, что вы сейчас в четвером станете, я вас на стрим покатать возьму. Не скину, ладно. Кто еще раз? А, не-не, я думаю, там не настолько все плохо. Ты сегодня против нас катали? У нас бы кто-то и повелся. Так, что-то у нас тут за ракетка. Башню сил света наверх. Бейн о пейн. Берет 1300. Ей надо какой-то юл собрать. Потому что пока пак ее еще может... Ну, пак у нее очень серьезная заноза вот в заднице. Так что королева боли, но... Не так много. Не так много боли, как делает ей пак. Вот он, Мидас. Я говорил про до 20 минуты, но на 24. Это у Энш Паришина. Ну и черт с ним. У аппарата задача простая. Мы уже видели этих Аппаришинов. Ты бегаешь себе, что-то там кидаешь Мидас, получаешь экспулечку, пару крепчиков добил и... И умничка, как я уже говорил ранее. Ваню подбодрить не забудь, после этой игры подняться. Ваня, пару крепчиков добил и умничка. 1-1, хороший счет. Смотри, секси-бамбу. Зашел. Пак его увидел. Сайленс. Надо как-то что-то делать. Спектра, запахло, есть лап, надо заставить. Следи, только аппарата, минус секси-бамбу. Просто моментально пошел чайник. Соник, вейп. Очень болезненно. Детяра все, начинает... Грызи, леча, грызи. Куда же он тэпал делает? Дизалейт. Мало демеджа, мало демеджа. О, квапу нашли. И квапа под Сайленсом. Сайленс очень долгий у пака. И убежать не представляется. Возможным двух коров забрали. Уже двух. А начинали с маленького шаду-шамана. А тут двух коров, ты представляешь? И две семьсот. Две восемьсот. Разница после этих двух фрагов. Очень недурно. Умнички. Умнички. Но у Мама Бойс немного непонятно, где все это время находился там шаду-шаманы, слордары, где вообще вся эта огневая мощь была. Вроде как драка начиналась с того, что там Дум первый заходил, а остальные что, терялись по пути? Не знаю, заблудились? И там свернули? Блэйд уже не так работает. На самом деле, я хотел в какой-то момент... Кто? Кто какой Блэйд? Шаду Блэйд. Я хотел оправдать его. Ну, то есть реально хотел оправдать. Сильвер Эйдж против Спектры очень сильный айтем. Ну, по сути. Ну да. После того, как я увидел, что он покупает поинт-бустер... Я понял, что Сильвер Эйджа не будет. Не, ну Сильвер Эйдж может быть когда-то потом, давно, когда вот Спектра, допустим, станет очень серьезной угрозой, ты можешь докупить себе, допустим, этот Сильвер Эйдж. Он заткнул, яхма. Беги, спасайся. Он бежит, спасается. Все верно делает. Следует твоим указаниям. Найти вот дына. Уже пора. Пора. Пак такую вещь. Ну давай, ну я одну плюшку. Ну хоть одну. Можно? Ну я под дынаю. Ну мало. Не заблитым. Хоть мне. Башня Сил Света на центральной линии. Не то слово. У нас бы в пабе такая фигня не прошла. Я рассказывал, постоянно рассказывал эту историю, как я сейчас с лотовым гирокуптером дынаил своих пацанов от Веномансера. Просто выигрываю драку в салат и добиваю полкоманды. Тома выглядела очень миленько. Кто-то написал, что хватит рофлить, дайте сухие комментарии. Shadow Shaman бежал к фонтану. Тома обзавелся Владмиром. Shadow Shaman регенерирует ману. Выход на топ. Конечно же в смоке. Есть хукшот. Попадают. Тома зажали. Он в Shadow Blade, вывел в террор и... Уйдет ли отсюда Doom? Doom умрит. Там мультпарад залетает. Еще есть мапчик. Может быть как-то попытаться Ильича забрать. Будет Ильичаичек запрыть у тебя в Спектра. Спектра прыгай за Ильичом. А Спектра уже и обзор доту грызет. Shadow Shaman это первый датчик. Не стоит забывать. Тут Свардар классно прыгнул. И... СОНИК ВЕЙВ. Вот клопы. Дитяра пытается убежать. Но у Дитяры нет вообще уже ничего. Да, он тут умрет. Пак пытается убежать. И... Пак уже убежал. Он уже на фонтане. Пак регенерирует ману. Ахмо. Поставил Коги. Чилстан. Как же больно ты чкует Квапа. Нет, это уже не сухой комментарий. Понимаешь, сухой комментарий это... Типа там здоровье отнимается, здоровье прибавляется. Ну как-то так. Ты чкует Квапа, как больно. Это уже... О мой бог, какой урон. Нет, это уже качественное описание происходящего. Не, ну как-то... О мой бог. Нет, нет, нет. Это как будто ты плох в своем деле. И ты точно так же пытаешься качественно описать происходящее. И так просто много урона получает Клокер. Ну это уже больше похоже на правду, да. Или прошел урон по Клокер. Это прям почти идеально. А лучше открывать вот тут, смотри. Или урон пошел. Погоди, вот где эта штука, я помню, где-то... Вот, открываешь вот здесь, Комбат Лок. Клокер. Допустим... Пейна, не ж зараза. Правильно. Ты читаешь просто... Ага. И отсюда прям... Можешь прям ввести сюда всех героев и просто читать отсеку. Я думаю, что именно этого жаждут некоторые вот эти авторы. Так а почему бы им просто не открыть Комбат Лок и не читать его? Да впадлу читать, ты че переводить в цифры. Надо аудиокнику, которая... Надо, чтоб этот текст автоматически вбивался в кухол мужика и типа поехал. Еще одна идея на миллион, боже, кухол мужик-комментатор. Они атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Получил ульт? А, 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 а. Так, ладно, у нас тут мрут люди, да. Я. Башни сил сил. Милую. Милую. Ты смеешься, по ее, Роман. А я сейчас, пожалуйста. Ребят, ну вы просто должны понимать, что это восьмая игра. Уже можно. Уже можно, да. У нас есть, как бы, какие-то вот планки, но вот восьмая игра, это уже когда можно. Так, Свардар. Получает танчик. Надо бежать. Надо бежать. Дитя Райт прекрасно понимает. Кстати, а что он купил? Он что-то купил. Это Sacred Relic. И это практически God of Radiance. Да, да, да. Хорошо. ТП можно на ботом сделать, кстати. Подобрать этих липчиков, тогда все будет хорошо. Вообще, от лишнего слота сейчас избавиться. Наверное, от как раз таки талона придется избавить. Тот самый Рейдинс, что можно было пужа, я думаю, притарить. Где у нас талон, совсем маму? Дэнди, Дэнди скоро с Хиггсом, кстати, будет. Ну, 2000, конечно, ему осталось. Не, ну 2000 это не 5 изначальных, что в датке. Не, что не 5. Прямо 4. Да, и вот 29. Атакуют. Без Эльдорада вот этого. Я свапнул бы сейчас его сюда, а? Водумченко. Да, было бы норм. Если бы получилось. Он, кстати, купил поинт-бустер, а после купил Митрио Хаммер. По-моему, в растерянности. Погоди, давай подумаем, что собирается из поинт-бустера и Митрио Хаммера. Аганим? Нет. Мы чего-то не знаем. Новый артефакт? Возможно, Shadow Blade Митрио Хаммером дорабатывается до Блэкингбара. Митрио Хаммер? Кузнецкий молот. Курьер сил света. Мифил это вроде типа, ну материал такой мифический. Вроде как. Короче. Рошан, во-первых, появится через пять с половиной минуток. Не, ну Рошан еще не умничка, он еще не появился. Появится? Появится, будет ум. Прямо можно похвалить заранее. Башня сил света наверху. Да, ну и вышка падает тир-2, конечно. За счет этих варнов противных. Тут уже, а почему у змей 0 плюс 59? Кому не просто 60? Просто 60, да? Ну да. Ну типа 60. Почему не 60? Почему 0 плюс? Чем это связано? Типа, чтобы инфибл? Нет, инфибл все равно будет работать. Чтоб Тайгхантер не подрезал им демодж. Чебак! Сделать их просто бкбшными тогда. Нет, это не интересно, надо сделать 0 плюс. Что здесь? Ну, чтобы их бустить нельзя было? В смысле? Ну, волками там всякими. Точня, точня. Точня, точня. Типа, Винга плюс Микки. Да, реально. Слушай, ты гений. У нас тут у Саксы проблемки. Клокер к нему вгрызся. Но Клокер достаточно быстро отстал. Засада. У Пайката и Юха. Ну, давайте стычку. Бардар вот голенький. А в Даккер, Блэккинг Бар это совсем немного. 16 уровня еще нет. Так что Спектрала сейчас, который с Рейденсом и проапгрейдила диффузации. Блин, Грейд диффузов на самом деле очень много дает. 10 ловкость, кучу интеллекта. Что теперь Спектра может нанести очень много урона в файте. И единственное, что надо еще немного укрепиться. То есть собрать какие-то айтемы на выживаемость. Я до сих пор просто отхожу от гугл-мужика, так что извините. А? Ну, на самом деле... Не, у меня еще был топ-саммити. Сири вбивали там какую-то фигню и она нам читала. А, мы писали плохие слова и она их автоматически там как-то заменяла. Типа, и вот эта... Звездочка, звездочка, звездочка. И ругается. Да, она говорит звездочка. Леди. Звездочка. Кстати, аппарат так медленно-медленно, потихоньку, полегоньку, по сусекам шкребет себе на Аганим. И почти уже нашкреб. Ну, косарика не хватает. Причем, Артстайл настолько сконцентрированно это делает, что он только 0,000 ровно сразу бам! Ну, а чем еще можно заниматься, когда ты стоишь вот так в лесу? Так там автобай, мне кажется. Слушай, а с смехом Аганимчик-то вот уже? Да, да. Это уже, на самом деле, даже не смешно. Потому что тот же Doom, он вообще перестанет быть вот таким серьезным танком. Ну, вообще очень много проблем появится. Потому что квопа, там, 2,000 хп. Шадошман еще полторашка, лич 1000. То есть, ну, не понадобится слишком много дэмэджа. Урон, который наносит уже банально пак, он уже будет очень мощным. Там есть, допустим, БКБ у Queen of Pain, ну и бог с ней. Но остальным-то... Хотя, слушай, там целых три блокинг-бара. Да, три блокинг-бара это неплохо. Причем 10-секундное БКБ у Слардера, 10-секундное БКБ у Doom, вот, свежеиспеченное. Doom, да. Добрался все-таки до БКБ. Аганима хотя бы пока нет. Это уже радует. С аганимом будет выключать наглохо, можно сказать. Да, ну и у пака скоро будет Hex. Hex уже хорошая есть одна инициация. Плюс там Клокверк на подкрепе, плюс ульт-аппарат залетающий. Китя. Крался, его находят. Затыкая Doom и начинают шатать. Где под сейф тп? А, все, это минус. Это нечестно, на самом деле. Кто именно? Вот так убивать героев вражеских. Ну, в смысле нечестно? У тебя есть Doom. А у противника нет Doom? Нет Doom. Конечно, нечестно. В моей доте такого бы не было. Кстати, Аганим появился еще и у Shadow Shaman. Сейчас ворды уже будут наваливать по 110. Так, запрыгивает. Дэнди, надо быть аккуратней, можно получить Hex. Какой Дэнди с дайнера? Привет! Да. Тоже, кстати, там что-то все добирают. У кого-то, что-что-что из этого мистикстафа будет себе фарганить. Надеюсь. Не, ну, Шива, в принципе, тоже может быть норм. Но Шива хороша, если у тебя уже есть Hex. Так-то. Все хорошо, когда у тебя уже есть Hex. Сейчас забирай эту пачку. Вам ни одного крипа не добил. Трудно не добить крипа. Тяжело, да, тяжело. Я увидел, каких крипов он бьет, и тут подловил себя на мысль, реально тяжело не добить этих крипов. Ну, вот, Hex, Hex, это уже хорошо. Hex, ты прыгаешь, типа, на голову. Главное, чтобы Doom не находил, понимаешь? То есть, вот, факт в том, чтобы не Doom начинал файт. Да, да, да. Потому что если Doom начинает файт, все очень плохо. Вот реально все очень плохо. Но, смотри, учитывая то, что Doom играет через Shadow Blade, а не Blink Dagger, начинать Doom значительно тяжелее. Он не может издалека просто прыгнуть мне на голову. Ему нужно подойти. А если ты какой-нибудь пак с гемом, например, то к тебе подойти очень тяжело. К тебе, конечно, может подобраться Shadow Shaman. Вот это серьезная проблема. Я больше, наверное, даже этого пацана боялся. Что этот пацан с Blink, с Hex, может невероятные вещи творить. Да, Blink может быть крутой. И я вот вижу у Wing, например... Билли Даггер, ворваться! Ворваться, убить! Вы же только сейчас его заметили! Да, есть Hex, есть Арба, пульта Паришина. Залетает Пайкер. Кстати, нажал БКБ и свапчик пошел. Продолжать его избивать. Избивать, убивать. Но у него очень долгое БКБ. Там Дэнди просто лопается с вардов. Минус Пайкер, Санейкер еле живой, пытается уйти. Добили Санейкер. На ком виси Doom Doom на дядяре. А он ничего не сделает мне. Но залетает Chain Frost. И это фраг. Укс. И он на ББ не осталось. Ко-Ко-Ко. И умирает Ван. Да, минус 4. Только Кокер остался в живых. В общем, он топ подпушен. И 60 секунд есть без спектры. Пока не особо ломится в бой. Потому что Queen of Bane практически тоже готов Hex. Это плохо. Варды, они просто уничтожают. Они лопнули. Да, там 2000 урона нанесет Shadow Shaman. 2200 нанесла Квапа. Очень, конечно, чудовищные показатели по дамаге. Шива появляется все-таки. Не Хекс. Шива. Ну, кстати, Хекс смотрелся бы лучше на самом деле. У Дэнди бы вообще никаких шансов не оставалось. То есть, думаем, можно было 100% затыкать спектру. Даже не думая. И Дэнди бы за Хекс убивали без всяких проблем. Если от Сайленсов каких-то и так далее, у нее еще есть Юл. Проблема, потому что есть линза и даггер у Shadow Shaman. Как с этим бороться? Ну, это очень трудно на самом деле. Не, Shadow Shaman... Так я и говорил про то, что вот этого пацана надо больше бояться, чем Квапы. По крайней мере, Дэндимону. Он, ну, не может противостоять. Потому что есть Lotus Orb, например. Но Lotus Orb, который как раз тогда улетел вдаль. На Слардара. Но он, кстати, еще и забирает Эгиду. Тоже неплохо. Сыр достается ката Леви Боли у нас. Ванскор пишет в твиттер, что 0 плюс 59, чтобы ауру не работали. Я сам это сказал! Не, ну он же просто, возможно, не дослышал тут. Мы дошли сами до этого умозаключения. А, ну, может быть. Может быть. Он же думает, какие долбодные комментаторы! Ааа, они сегодня шарят! А мы разобрались, походу. А мы разобрались. Дело вот-вот. Это, ну, говорит, в том, что у нас не все потеряно. Потому что мы сразу не понимаем, как бы... Ну, это бывает. Но со временем мы догоняем. Все норм. Иногда времени проходит довольно-таки много. Иногда много, но что поделать. Нашние сутки на верхней линии атакуют. Вашну силу Много дамаги, она еще и сыр подъедает. Лоту 40 по паку вешает, естественно. И пак еще продолжает вейдинг. Мансит, 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 мансит. Мансит, мансит. Снова шифт, арба, есть шифт. И пак ушел. У него еще и хекс, кстати, готов. Если бы Кавопа там куда-то, гипотетически, на него бы прыгнула, ее могли бы еще даже и убить, наверное. За один фраг взорвать 2100. Отлетел Думченко, да. Да, 600 голды для спектры. Той, которая действительно больше всего нужна. И у нее почти монта стайл. Я не уверен, что это монта. Все-таки и Amplify Damage можно сбросить. В один прекрасный момент. И статов чуть-чуть добавляется. Что дальше паку собирать, смотри. Уже есть хекс. Линку 100%. Либо БКБ линку, либо... Линка очень... Не, просто БКБ работает, опять же, постфакт. Ты видишь нападающего на тебя Shadow Shaman, начинаешь делать ко-ко-ко, или там бе, в зависимости от того, что в тебя кинули. И... И... Все, и ты умираешь. А линка, она как раз сразу по этому параметру. Не, вообще, здесь в идеале надо и БКБ, и линку. То есть, чтобы тебя дома не заснули. Ну дай 10 тысяч паку, он тебе их соберет. Или не купит тропирос. В моей игре... Он смог получить 10 тысяч. 10 тысяч. За нашу игру. Тщательно. Так, я там... Нашли. Пайката. Может быть свамнуть его вот сюда вот прям под... Ах... Что-то... Что-то Na'Vi встряли, мне кажется. Надо просто убегать. Надо продавать Санейка и убегать отсюда. Они все просто спасаются бэкстом, тупо аутами и так далее. Ну, правильно все сделали. Не зачем было там оставаться. То, что там... Боквер. А... Шотик есть, да. Бежит, 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 да. Ушел. Ну, вот он мантастайл. Уже хоть что-то. Через 2 минуты будет изъят... Айгис. И... Эти 2 минуты нужно Na'Vi как-то выстоять. 25 секунд без венги, они еще протянут. Да... Такая не самая важная здесь... Персона. Хотя, не маловажная. Хекс. Ультапрата. Неплохой. Попадает по сексе Бобо. Надо успеть тут бить. Да думаю, не лучше успеть повесить. Не успел повесить. Уже минут 2. А Спектра-то горит. Спектра горит. Вместе с ней горит еще и Лич. И Бардар. Вместе с ней горят вообще все. Пак. Очередной орб. Пайката можно убить. Сбивают Игиду. Запятительно. Еще и Лича здесь. Убить. Тычечку Б одну. Опа. Свапчики. Нормально. Не поймаешь Дендюху? Утекай отсюда. Слушай. Как они, Манся? Ракета! Добивает Лича ракета! Еще один X! Бить. Не давай, Даггер. Ну тут уже... Сделать они решили на Квап. Переключить. Квапа с блинком вообще. Кукшотик. Кукшотик. Одна секунда. Одна секунда. Давай! А у него есть Сайлент. Есть Сайлент. Есть Сайлент. Ид пау. Ой, Дэнди. Ой, Дэнди. Дроп гема. И Дэнди сдуло. Слушай, тут Свардара могут попытаться забрать. Не-не-не, все-все-все. Надо уходить. Уходи, дужище. Еще на развороте попробует забрать. Ульт аппарата долго висит. Бам ему еще туда. Навесил. И он уже такой призадумался. А ульт аппарата то работает. Ну, очень стяжной замес, но в итоге которого нави опять заработали кучу бабла. Да, Спектра уже 2000 на руках имеет. После Манта Стайла доберется до какой-то Тараски или Бетерфляя. И ее будет очень трудно остановить. Потому что как такового кор-героя у Эмби нет. О, а дум такой говорит, блин, что-то у меня не получается зайти в шеду блейде. Пацаны, в чем проблема? Неужели они задроты гем купили? Или может центряки ставят? Айхарды. Потнючие. Не долетели там ребята. Ну, дитяра тут, кстати, могут еще убить. Или не могут. Погоди-ка, погоди-ка. Там Личаро подошел. Ну, дитяра с Личаро и должен разобраться. Ну, там заставили пайкарты БКБ проржать. Ну, совсем... Вот, если бы туда прилетел шаду шаман на травелах, то вообще, пиши пропало. Но Спектра хорошо добила Крипчика. И получилось... Ну, не долетели. Можно и Тараску убрать забрать? Нет. Да, можно, можно. Не, у Спектры сейчас задача предельно простая. Во-первых, посмотри, у нее есть там венга, которая дает ей нехилы дамаги. И у нее топ-1 нетворс. Да, ей нужно жить. Если она живет, она там дисперсирует, вот это все, там уходит. Нормально. И она просто всех поубивает. Потому что конкретно с ней пока ПВПшится. И не факт, что этот герой появится. Который сможет с ней нормально ПВПшится конкретно вот на мужика. Так я думаю, его не появится. Ее могут забрать под Думом, да. Дум... Это сто процентов. Покупает еще гиперстоун. Это скорее всего Кераса будет. Ой, как много денежек приходит к Спектре. Кир говорит, действительно, как много денежек пришло. Слишком много денежек. Мне полторашка. Отходит Дум. Хочет ворваться, заткнуть. Запрыгнул. Викторам, антостайл. Ну, она просто убежит по лесам. И все. Санейк убежит по лесам. Ну, Дум просто психанул. Вот реально, Секси Бамбу просто психанул. Он... Он один здесь? Да он один здесь. А кто тут еще будет? Вот тут Дум. Он просто залил... Он, смотри, в чем фишка? Он дважды уже не давал Дум. Потому что он заходил пешком. И его ловили, просто убивали. Один раз он был в соло. Второй раз в шадоу шаманом его убили. И только что он тупо психанул. Говорит, я ему говорю, ты не можешь дать Дум. Я не могу дать Дум. Это я не могу дать Дум. Да получи. Твой Дум. Все. И удох. Бывает. Психанул. Ты так психуешь? Да, да. Ну, Дота неспокойно играет. Поспешишь, людей насмешишь. Задумишь. И есть такая договорка. Да, да, да. Четыре косаря у Спектры. У Спектры все замечательно. Я говорю, я как-то думал защититься и ее уже тут не убил. Он сам все руйнит. Ей уже не надо толком защититься. Он сейчас не соберется с мыслями. Нажми ульт, нажми ульт, нажми ульт. Ты же знаешь, ты же знаешь. Уже поздно. Уже не надо. Уже все улетели, да. Ну ты один стоит. Как говорит Иван, золотой запас. Да, это на потом. Это все на потом. Когда-то это упадет, будут бабки. Что у нас по графикам? По графикам Na'Vi проигрывали 16 тысяч. Уже проигрывают 10. И тенденция роста их пока сохраняется. Так, погодите. Что-то делать, если у вас на 45-ой минуте нет дейта. Снимаем гайд. Смотрим. А вот что-то полезное посоветую. Что там интересного надеешься вычитать? Да, я читаю. Твиттер нам же пишут по хэштегу RUHAP. Мы читаем все это дело периодически. То есть мы тоже читаем, просто их не озвучиваю. Но они где-то глубоко в душе остаются? Нет. Не остаются. Пишут. Мефрил – легкий и прочный, вымышленный, благородный металл. Ну, я помню. Особенно если металл вымышленный, ему можно любыми свойствами его наделить. Любыми свойствами его наделить. Да, да, да. Мефрил – благородный, вольстительный, добротный, самый твердый металл из дерева. Мефрил – металл из дерева? Он же вымышленный. Как тебя могут законтрить, если ты сам что-то? Это как по реке плывет кирпич деревянный, как стелон. Да, из той серии. Или как король Магадаскара, самый провозглашенный. Как тебя можно сместить вообще? Ну, у такой же самопровозглашенный второй появится король. Тут два самопровозглашенных короля. Там что-то пингуют на розового. А, в принципе, есть. Нам все пишут, что у нас шипят микрофоны. Люди – это не микрофоны. У нас есть специальный человек, который шипит в третий микрофон. Да. Есть комментатор, есть шипманы. Шипман. Лодочник. Лодочник. Я только хотел сказать, что немного не из той серии. Но, на самом деле, принято к сведению, завтра это все пофиксится, когда принесут новую звуковую карту. Это все на уровне железа, поэтому это починится... Если бы это была кнопочка такая, типа шип, это... Включить – выключить шипение. Слушай, полезная очень кнопка. Видишь тебя задолбало стримить? Ты такой нажал шипение. Ракеты гирокоптера на паузе. Телепорт тоже, кстати. Нет, телепорт жестко мозги относится. А гирокоптер именно... Ну, у нас где-то в альтабе вторая дота с ракетой гирокоптера на паузе. Коуп. Коуп запущен, да. Клопа у нас пропала. Стрим снайпить пошла? Какая дота, она неправильная. Она не оставляет права на ошибку. Всегда должно быть, если тебя задумали и быстро убили файти, у тебя должен быть такой вариант, типа, воскреситься за три кристаллика. Кристаллики, конечно же, можно купить. Айш, и ты снова в бою. Ну, слишком жестокая игра. Вот ты, Дум, забрел не туда куда-то. Нечаянно, реально ворвался, приплывал тебя убить. Так твои проблемы? Нет, шансы на ошибку. Ты ошибся, да, ты ошибся. И что, сразу осуждать? Там, типа, сто баксов, да? Три кристаллика. Три кристаллика. Зависит от ситуации. Кристаллики все разные, Роман. Нет, так можно еще по нарастающей. Типа, раз на фидел, один кристаллик, потом три, потом пять. У них там уже за сотен кристалликом был. Она бы обеднела, но при этом качество капельки не просит. Я бы играл спокойно в доту. Какая разница с кукой? Всегда на ка... Вот она, идиллия. Баланс. Баланс. Все в мою доту уходим. Зачем нам это вот... Порожняк какой-то, где ошибаться нельзя. Трайхардить нужно. У меня будет два скила вообще, стан и хил. Все, больше ничего не надо. Их поплатные. Нет. Платные, только стан. Хорошо. То есть захиливать можно в мясо. Хочешь играть на терпилых саппортах? Играй. Хочешь убивать? Пожалуйста. Получай хил на убиватора. Ну не, в смысле, иконки все будут разные. У каждого персонажа будет свой стан и хил. С разницей в ноль, там... Да никакой разницы. Ты понимаешь, сколько это программного кода, чтобы разницу написать? Разницу. Можно рандомизировать, там, от 50 до 51. А рандом можно проплатить, конечно же. Ну, естественно. Это же бизнес-модель. Слушай, ты знаешь, ты сейчас описал вообще все то, чем руководствуется сейчас... Половина разрывочек. Половина разрывочек. Особенно браузерных. Мобильные, браузерные. Давай ведем стан и хил. Может быть, отравление? Да ты гонишь, еще отравление. Что-то считать, отнятие хп, периодическое, чувак. У нас программа не считает такого. Есть стан, 152. Вот, 4 иконки под него. Сам перемешай. Давай. Можешь написать разными словами. Ускорение от ката стан. Да, да, да. О, мой бог. Я прям вижу, ты на Эникме играешь. Дал Black Hole. Там, типа, 5 санонов. Нет, там есть кулдаун. Ты наводишь стрелочку на скил. А это производство. Да, 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 да. Типа, за один кристалл. Да, все, норм. Еще один Black Hole появился. Блин, это реально идеальная бизнес-модель. Боже, будем купаться в деньгах. Будем купаться в деньгах. Хрен. Если будут в это время сервачки и доски обычные лежать. Рот. Ну, такое иногда бывает там раз в год. Это будет наш звездный час. Я уже вижу просто. Я на Бугате. А Киеву валю. А Киеву? Что ты забыл в Киеве? Что ты забыл? Где ты там на Мальдивах? На Бора-Вора. Там каждый второй на Бугате. А в Киеве? Это тоже верно. Я таксистом пойду. Просто бунтоваться. Да, Бугатти это таксист. Бугатти, типа, приходит смс, говорит. Белый Бугатти через 15 минут. Розовый Бугатти. Розовый Бугатти. Да, розовый Бугатти. Со стразами. Где игра? В чем ваша проблема? Кто? Да, они уже давно, типа, вылетали. Все поперезаходили. Вот в дело. Го. Спрашивают. Естественно, го. Продолжаем смотреть матч. Друзья, у нас продолжение игры Na'Vi против Mama Boys. Вторая карта. Возможно, ничья. Мы напоминаем. Пять решающих карты не будет. На виду, сочетавания 0. И хорош. Закрыли. Батарейки работают. Сайленс. И пауза. Эпичская пауза. Дум пытается понять, что ему делать. У него есть ТП, у него есть лич, который умирает. У него есть ТП, у него есть даггер и у него есть Дум. Но там пять человек. Прыгнул, пронзил просто своими шипами. Торчат иголки. А вот это, мне кажется, неправильно такие паузы ставить. Ау. Ходил и вернулся. А походу, это был Дум. Не, ну, на самом деле, я слышал, что если ты играешь в квалификацию на мажор, отходить от компьютера во время игры, это плохая задея. Мало ли что произойдет. Игра там продолжится. Пхекс, пайкат, ультаппарата. Отличный Dreamcoil. Моментально здесь просто разобрали. Он, кстати, умрет? Нет? Нет, умрет, умрет, умрет. Там БКБ действует не так долго. ТП на базу, он хочет умереть на базе. А еще Радианцем потолили. Да, подгорело чуть-чуть от Радианца. Он умрет, умрет. Еще один тик. Умри. Даже Ракушку свою выронил. Ну, два фрага таких вот неплохих точечных, опять же, от Na'Vi. Слышь, у Арцелла пять тысяч на руках. Как? У него вообще столько денег. Мультипектры. Погоня. А ну, какой-то, блин. Пэйнет, там тоже сейчас будет блинк. Он есть и ждет Дэнди, когда можно будет поднять в его, а потом... Сайлансом прыгай! Ёл! Сайланс! Давай, меси его, койки! Хорошо? Домой! Я не Глор, что ли? Вообще, не Глор, ни капли. Глор. Я имею право чуть-чуть поболеть за СНГ. Сегодня первый раз, кстати. Нет, ты должен быть абсолютно непредвзятым комментатором. Когда я играю две СНГ-команды, я не сговорю. Моё мнение влияет на игровой процесс, ты что не знал. Но есть люди, которые так говорят. Я тебе передаю чужие слова. Эмоции мои наибучие? Да, 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 естественно. И... Нави, take my energy! Смотри, и когда ты болеешь, ты типа... Всё, команда какая-то выиграет, какая-то проигрывает. Понял? Принцип действия. Блин, не знал, что раньше... Так работает. Я больше не буду. Запрыгнул. Я просто получай не спрыгнул. Нет, тут что-то всё, совсем поплыли. Мамо Бойс. Вот прям... Мне кажется, плыть они начали с момента появления Shadow Blade. Да, вот Shadow Blade у Doom'а, кстати, обрати внимание, обрати внимание, найдите в инвентаре Shadow Blade. А Silver Age, он ужин сейчас как раз. И вот та стадия игры пошла, когда вот у Спектрита разочка, и надо... Кстати, Иван пошел тратить свои пять тысяч. Хукшот, Ваня тратит, Ваня тратит, потратил первого бомбура. Кстати, Ваня сейчас реально всех тут потратил. Привет, дружище! Хексик есть? Есть. Ну там Ахмо немного перестарался. Ваня, аккуратней. Да вертел он твоего Doom'чин? Это не могут найти. О, уходит, уходит, кстати, бомбура. Чуть-чуть не хватило времени. Кайтысь отсюда. Так, кстати, у Ваня есть Хекс? Да, я же хотел про пять тысяч рассказать, куда он их потратил. У него Хекс. А Паришина Хекс. Повторяю. У Апаришина Хекс. Повторяю. Так. У нас лич, лич. Пока, ну, таким боководным нырянием занят. Пока вообще ничего нет. Террор, сват, назад. Говорит, уходят сюда. Тут Клок готов принять. Хукшот, неужто попадает? Тут действительно попадает. И батареечки начинают... А там Пак подходит, подходит Пак. И Спектрак. Привет, подруга-друга. А у него нет байбека, 90 секунд не будет Квин оф Пейн. Ну, разрушено. КГ. Байкат. Я слушал, там кого-то, да, кого-то Дум закинули. Это кто-то, это... Это Пак. Но Пак уже тут не особо раляет. Со Спектрой это что делать, ребятки? Что делать со Спектрой? Спектрак вроде всех убивает. Уже далеко не Пак самая страшная цель. В чем Пак выжил? Пак забирает хосту. Лардоар заныривает. Сразу же получает Пиксулю. С Лардоаром такой замечательный пятачок у него был. Но Дитяра его зарежет сейчас. Да, Ахмой еще продолжает свое преследование. Там зарубил одного Дума, но это всего лишь саппорт, поэтому ничего страшного. А еще Диффуза! Диффуза есть! Диффуза есть, да? Диффуза, бам! Сразу трезь, трезь, трезь! Еще пару плюк! Дэнди пошел, браво на Амбразуру бросился. Решил убить все-таки Лича, помочь, хотя бы как-то это сделать. Но Спектра делает еще один врач, вернее делает его Ахмо. Спектра приняла непосредственное участие. 3, 700 и Аегис. Да ей пофиг вообще на всю команду противника это Спектре. А гоним у Пака. Я уже давно не... Пака, спасибо Диффузу, что показал этот артефакт. Он уже вроде не особо что-то поменяет, но для тех, кто не в курсе, скажем, что теперь изначальный стан уже неплохой имеется у Койла. Самое страшное, это Спектр, Брейк, Стан, Дuration. 4,5 секунды. Иди туда ультаппарат, хочешь стоить, хочешь бить. Да, у тебя два варианта, либо ты на 4,5 секунды просто выпадаешь из этой игры, либо ты попадаешь под весь прокаст, который только возможно придумать. Но, Na'Vi забрали только одну сторону сейчас, только одну линию смогли они забрать. Ну, показательно то, что со Спектрой ничего не могут сделать, вообще ничего не могут сделать. То есть, в файте Денди заткнули этим думом, Денди еще и убежал просто. А Дитяра просто бегал и искал, кого зарезать. Вот реально он бегал, кого зарезать. То есть, ничего не боялся, никто его не бил. Он с Тараской. Да, 6,5 косарей, что хочешь, то и покупай. Ну, что, я не знаю, что, бетрофляй. Что это? Ну, чтобы ее совсем, даже гипотетически, уже было нереально убить. Несучно. Какой на сегодня ров, Роман? Ну, ладно. На эту игру, по крайней мере. На эту игру, я думаю, пора завязать. А, где там мой... Кумбат лог? Подожди, сейчас драка будет. Сейчас врыв на Спектро. Там Кексик. Манта стайл. А Дитяра пока живет. Санэйка, правда, погиб. Культа Париж, она хороший по двоим. Квапат накричала. Квапат неплохо накричала. Там Аегис. Это только дробь Аегиса. Слушай, ну, а где оставшийся? А вот Пак пришел. Пак пришел с Дримкойлом. Пак должен обрадать. Вот он Дримкойл. Вот она Арпа. Вот она Спектра. Даже под Думом в итоге все умирают. Ну, это, конечно, за решение. Ничего не скажешь. Так-то, конечно, со Спектрой справились. Локверк. Почти дотягивался до Сакса. Бах! Нет. Не добилось. Все, тихо. Еще у нас один Сизиф появился. Еще один? Еще один Сизиф. Дитяра в этот раз. Придут крепочки. Все на... 10 с половиной косарей. Но что-то у Нави сегодня нет таких... Ну, ладно, там одна быстрая игра в пользу, одна в пользу, а так все остальное... 18 минут это очень быстрая игра. Очень-очень быстрая игра, да. Важно Сизиф на нижней линии. Вторую сторону они должны здесь забирать, конечно же. И, в принципе, они должны уже здесь побеждать, потому что еще минуты не будет Дума. Клопы со Слардором гибают 30 секунд, да. Да, 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 да. Это гудгейм 2-0. Победа команды Навили. Достаточно важная для них победа, стоит отметить. Почему? Поясняем. Потому что здесь в группе уже потихонечку рисуются лидеры. И сейчас я даже посмотрю, что у нас там по очкам. Получается, у Нави была одна ничья, сейчас есть еще и одна победа. Получается, у них просто три очка. Да, у них типа просто три очка. Соответственно, они сравниваются с Team Space Empire. То есть им нужно было догнать эти две команды. Они с этой задачей справились. Как они там дальше будут играть, это их проблемы. Но то, что... Нас это не касается. Да, то, что они только что победили, это для них очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует...